всем привет осталось совсем немного до начала 10 сезона значит пришло время подвести итоги девятого и посмотреть какие места в рейтинге заняли русскоязычные гильдии но перед этим хотел бы поблагодарить всех за реакцию на прошлое видео мы просто моментально перевалили за 5000 и теперь нужно стремиться к 6 а когда настанет 10к я думаю что смогу начать экспериментировать со стримами а пока вернемся к результатам и первое место среди ру гильдий уже по традиции занимает black order я не часто в этом сезоне смотрел на рейтинг но помню что первое время был вообще не старались набирать очки и тем показательнее результат уверенно и пятое место в общем зачете было оказалось единственной тру гильдией вошедший фрустальную лигу и остается сильнейшей гильдией рукома 16 место в общем зачете и второе в ру сегменте занимает hammer and cycle главный антагонист был и второй полюс силы ру сегмента хаммера являются одной из сильнейших гильдий но уже несколько сезонов не могут ничего сделать с красной машиной было двадцать седьмые в рейтинге и третье среди ру гильдий и white bro я так понял что это бывший рак либо просто новая гильдия плиза неплохой результат хотя мы знаем что плис может создать организацию которая добивается намного лучших результатов 36 место заняли варготцы одна из сильнейших завоза гильдий рукома их гильд лидер луковка ведет канал на ютюбе где выкладывает нарезки их сражений кто интересуется завоза вальбионе обязательно загляните по поводу результата варготцы показали примерно такой же как в прошлом сезоне результат и второй сезон подряд попадают в золотую лигу последняя ру гильдия взявшая золото и занявшая 43 место в общем зачете black ford forks для меня стала неожиданностью увидеть их так высоко так как в прошлых сезонах гильдия не показывала хороших результатов радует что в топе появляются новые лица и желаю успехов в следующем сезоне ребятам лучший ru гильдии в серебряной лиге стали blaze на 61 месте результат намного хуже прошлого сезона но в принципе обычный для этой гильдии на 74 месте фата моргана и они наоборот очень сильно улучшили результат в сравнении с прошлым сезоном 79 место albion choppers похоже один из самых влиятельных ru кланов совсем потерял какие-либо амбиции и толком не участвует в сезоне ну а во второй сотне расположились такие гильдии как steel cohort ямайка silver dragon we craft претер рашен гилд нордик трайб панч плей ганнибал эд цитара alt f4 керсет фордж шанти риал бирс д солар эмеральд фьюри и старт вообще попадание в серебряную лигу говорит о том что в гильдии есть играющие люди и они чуть чуть приложили усилий и считать это достижением конечно если вас не 10 человек гильдии сомнительно это скорее показатель того что гильдия жива новый сезон начинается уже на этой неделе и приглашаю всех желающих в нашу гильдию лост парадайс мы постепенно развиваемся и планируем в новом сезоне войти как минимум в серебряную лигу а значит получить нового боевого маунта гигантского коньеда вся информация о вступлении доступна в дискорде ссылку на которой вы найдете в описании а теперь давайте рассмотрим нового battle mount а которого получили все члены гильдий попавших в девятом сезоне в серебряную лигу и выше это древний энд надежный союзник владеющий исцелением и поддерживающий своих заклинателей не любит когда его торопят как всегда шикарное описание погружающие нас в мир и раскрывающие лор если серьезно меня все больше печалит нежелание разработчиков заниматься лорной составляющей и вписывать в мир хотя бы таких необычных существ как получилось что стало возможным использовать энта в качестве маунта кто их создал или одомашил эти вопросы полностью игнорируются а жаль мир можно наполнить неплохой историей и атмосферой тем не менее mount хорошо прорисован особенно с фронта а орел сидящий на спинке кресла достоин отдельной похвалы но перейдем к характеристикам маунта уэнта 8 тира 8700 единиц здоровья это меньше чем у жука и бегемота но значительно больше чем у орла носорога и колеснице самый низкий уровень брони среди батлов 111 единиц броня режет получаемый вами физический урон но в то же время высокое сопротивление магии 415 единиц на уровне жука и мамонта и стандартное для батл маунтов сопротивление контролю максимально перевозимый вес без штрафа пятьсот шестьдесят четыре килограмма что на уровне последних батл маунтов осмотрим скиллы и начнем с галопа довольно стандартный скил повышает скорость передвижения на 120 процентов в течение 10 минут во время действия галопа и несколько секунд после отключения невозможно использовать скиллы получение урона отключает голов умение на кью целебный саженец создает область радиусом два с половиной метра на три секунды до 10 союзников зашедших в эту область получают баф на получаемое исцеление в размере 6 процентов на 12 секунд баф стакается три раза расходует 13 энергии кастуется пол секунды восстанавливается 4 секунды дальность применения 18 метров на w поддерживаемое умение благословение энта создает вокруг вас область радиусом 10 метров внутри которой максимум 20 союзников получают баф скорости чтения заклинаний на 20 процентов и увеличение силы исцеления на 40 процентов умение поддерживается 15 секунд а перезаряжается 12 секунд расходует 32 единицы энергии кастуется одну секунду и единственное боевое умение ежевичный барьер на и создает довольно широкую распространяющуюся на 26 метров область зарослей которые отбрасывают врагов на полтора метра и накладывают замедление 45 процентов область активно 5 секунд расходует 58 энергии кастуется 6 десятых секунды очевидно что это батлмаунт поддержки стоящий в задних рядах вместе с хилами и в крайнем случае дающий ешку для того чтобы сбить врыв противника финале я бы хотел сделать важное объявление я хочу осуществить давно задуманный ивент турнир один на один с хорошим призовым фондом лично я выделю 30 миллионов все желающие поучаствовать присоединяйтесь к нашему дискорду ближайшее время там появится текстовый канал с детальными условиями и где вы сможете подать заявку на участие предварительные условия шмот и расходники максимум 81 смена заявленного сета запрещена смена скиллов разрешена бои будут проходить на острове так что порезки айпи не будет позже будет объявлено о других нюансах проведения турнира также я буду рад спонсорской помощи для увеличения призового фонда минимальный взнос для игроков 1 миллион для гильдий 10 миллионов все это конечно же на добровольной основе предварительно планируется проведение турнира на этих выходных 29 30 августа и для разогрева и продвижения видео я проведу розыгрыш 3 т6 маунтов условия как обычно лайк подписка комментарий открытый список подписок и я прошу поделиться данным роликом любым возможным способом а на этом все всем спасибо за просмотр скоро увидимся